Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. В этом видео я затрону такую тему. Ошибки утепления перекрытий и кровли. Почему они случаются, к чему приводят. И объясню, как нужно правильно утеплить, либо исправить ошибки строителей. Итак, начнем. О, а это что такое? Конденсат и значительные теплопотери. Целая куча ошибок, как нельзя строить, а не 150. Для начала давайте разберемся, в каком случае речь идет об утеплении перекрытия, а в каком утеплении кровли. Тут все просто. Если ваша кровля конструктивно будет представлять собой холодный чердак, то в этом случае мы говорим об утеплении перекрытия. Ну а если у вас жилая мансарда, то, естественно, мы говорим об утеплении самой крыши межстропильного пространства. То есть утепление производится по жилому контуру. Видно, стропила как обвернуты пароизоляцией. Это грубейшая ошибка. В этой зоне вообще нет утепления. Там будет конденсировать и преть доски. Самая распространенная ошибка – это неправильный монтаж пароизоляции. Покажу схематично. Балки перекрытий. Контуры помещения. Это стены нашего жилища. Так вот, строители монтируют неправильно пароизоляционную пленку, как бы обволакивают балки перекрытий таким образом. Зеленым маркером я нарисовал монтаж пароизоляции, как она проходит. Обволакивают балки перекрытий, либо стропил мансардной кровли. И так монтируют пароизоляцию по всей площади перекрытия, либо мансардной кровли. Такую схему монтажа пароизоляции я нередко встречаю, когда приезжаю на техническую диагностику. Это грубейшее нарушение монтажа пароизоляции. Почему же из раза в раз мастера так монтируют? Это легко объяснимо, потому что так проще, так и легче, и формально нет никаких нарушений. Ведь пароизоляция же есть, формально все здесь присутствует. Снизу заказчик просматривает пароизоляцию, и номинально все вроде бы нормально. Часто строители, чтобы облегчить себе работу, набивают сразу же об решетку снизу, по балкам, для того, чтобы перемещаться поверху без проблем. По этой конструкции обволакивают пароизоляцию, и уже укладывают утеплитель. Согласитесь, это значительно легче. Что ж, давайте посмотрим, к чему приводит такая схема монтажа пароизоляции. Такая же петрушка. Я сейчас туда засунул руку, в скат мансардной кровли, там то же самое. Минус 14 сейчас на улице, но когда на улице станет ноль, вот это все потечет вниз. Когда температура окружающего воздуха понижается, то хозяин включает отопление. В доме тепло и комфортно, но вот в этом узле уже происходят невидимые глазу процессы, которые в скором времени дадут о себе знать. Внутри помещения, скажем, у вас температура воздуха плюс 25 градусов, а снаружи минус 25 градусов. Перепад составляет 50 градусов. Как известно, теплый воздух всегда поднимается вверх. В этой части все хорошо, он упирается в пароизоляцию и остается в помещении. Но вот здесь, вдоль балки перекрытия, либо стропильной ноги, образовался мостик холода. Теплый воздух быстро остывает в этой зоне и по закону физики превращается в конденсат. Представьте, появилось много влаги над каждой балкой и так по всей площади перекрытия, либо кровли. В образовавшейся кармане влаги деться некуда, пароизоляция здесь не проветривается никаким образом. Что может быть в этом случае? Два варианта. И оба не радужные. В первом случае влаги может оказаться настолько много, что она проявится в виде протечек вовнутрь. Во втором случае влага может не проявиться, но внутри деревянная балка, либо стропила будет сырая, мокрая, обвернутая пароизоляция. Она будет просто гнить. Но есть и еще один побочный эффект. От такой укладки пароизоляции технология утепления нарушается. В результате будет повышенная теплопотеря в доме. А что такое теплопотеря? Это вот что. А как надо было смонтировать? Пароизоляционная пленка должна являть собой сплошной барьер на пути теплого воздуха. Задача пароизоляционной пленки предотвратить попадание теплого воздуха в кровельный пирог, в утепление. Пароизоляция с одной стороны сохранит тепло внутри, а с другой стороны не позволит образоваться каплем конденсата на своей поверхности. Пароизоляционная пленка монтируется сплошным контуром, закрывая лаги и плиты утеплителя в одну прямую линию. Как здесь видно, пароизоляционная пленка является сплошным барьером на пути теплого воздуха. Оборачивать лаги, перекрытие, либо стропил, еще раз повторю, ни в коем случае нельзя. Это грубейшая ошибка. Но бывают такие случаи, когда кроме как производить ремонт кровли и утепление, сверху никак сделать невозможно. Потому что внутри уже сделана очистовая отделка, весь чистый контур, который нарушать нельзя. Как тогда действительно сделать, если снизу сделана уже отделка? Есть способ. Здесь по этому контуру, например, сделана у вас уже замечательная отделка. Все. Здесь гипсокартон, какие-то лепные элементы, все. Остался один вариант, произвести ремонт кровли, либо утепление только сверху. Как же произвести монтаж пароизоляции? Мы ее сюда никак вставить не можем. И обволакивать, как оказалось, на наших схемах тоже нельзя. Так вот, показываю. При ремонте кровли, либо перекрытии и утепления, нужно в каждое межстропильное пространство вырезать пароизоляцию и вставлять в такими буквально ванночками. Но все стыки должны быть тщательно проклеены в этих местах. Вот таким образом производится утепление, если вы действительно утеплить хотите сверху и сделать монтаж пароизоляции. Если внутренняя отделка сделана, только так. Внутри помещения есть отделка. Производить ремонт изнутри мы не можем. Монтаж пароизоляции мы производим сверху. Вот так обворачивать стропильную систему пароизоляции ни в коем случае нельзя, иначе в этом месте будут мостики холода, будет пустая зона. Мы делаем ванночками. Когда уже заполним мы утеплителем с двух сторон, стропила будет участвовать в утеплении кровли. Следующая распространенная ошибка. В тех местах, где пароизоляция примыкает к стенам дома, к вентиляционным шахтам и дымоходам, необходима тщательная проклейка и герметизация всех узлов и сопряжений. Этот момент тоже часто упускают из вида. Сопряжение либо не проклеивается вовсе, либо проклеивается непригодными материалами номинально. В этом случае мы опять получаем негерметичный жилой контур. Эта ошибка проявится в протечках в углах стен и потолков. Потому что теплый воздух будет проникать в эти щели и конденсироваться уже в утеплителе. Как следствие, это мокрые углы и капающая крыша. Вот обычный армированный скотч, который продается на рынке за 150 рублей. Для проклейки он не подойдет. Он обязательно отвалится, как только строители покинут ваш объект. Есть специальные скотчи и клея, которые выполнят гарантированно свою работу. Но на строительных рынках их можно очень редко встретить. Они продаются в специализированных, профессиональных магазинах. Конечно, они дороже. Если этот скотч стоит 150 рублей, то этот будет стоить 1500. Сразу, что бросилось в глаза, такие гирлянды. Это обычный армированный скотч. Он не пойдет. Посмотрите все, что с ним происходит. Отклеивается, что он есть или нет. Нормальный скотч для герметизации стыков пароизоляции будет стоить около 1000 рублей, не меньше, а не 150. Еще одна из грубых ошибок – выбор неверного класса пленки. Ее также часто путают местами строители. Вместо пароизоляции ставят гидроизоляцию или наоборот. Если, например, смонтировать вместо пароизоляции гидроизоляцию класса А, то считайте, что парабарьера у вас нет. Все тепло из помещения будет идти в утеплитель. Там вверху в плитах минваты скопится такое количество замерзшей воды. Первый же оттепель наступит настоящий потоп. Ого-го! Чувствуете снег по гидроизоляции? Если вы видите на чердаке, на кровляном материале, на гидроизоляции капельки росы, конденсата, то это первый признак теплопотерь. Нужно выявлять причины теплопотерь и их локализовать. Но при этом не забывайте, холодный чердак должен обязательно вентилироваться. Утепление ската в кровле или перекрытие – это не только пленка. Не менее важным аспектом является слой утепления, его плотность и толщина. С помощью тепловизора, проводя диагностику, я довольно быстро нахожу проблемные места и сообщаю обо всем заказчику. Почему это происходит и как не доводить до экспертизы с помощью тепловизора? Одна из распространенных ошибок – это недостаточное количество утеплителя и его плотность между лагами перекрытий и межстропильным пространством. Попросту говоря, не доложили утеплителя. По климатической норме, например, в московском регионе толщина утепления должна быть 250 мм. Наша страна разделена на 7 климатических зон. Есть даже специальная климатическая карта. Московский регион центральный относится к третьей климатической зоне. И есть специальная формула расчета толщины утепления, по которой вы можете ориентироваться. И каждый отдельно взятый регион имеет свою толщину утепления. Где-то меньше, где-то больше. Следующий момент – это неправильно уложенный утеплитель между лагами и стропилами. Плиты утеплителя лежат без перекрытия стыков. Имеются щели между собой и между лагами. Щели в утеплителе – это мостики холода со всеми вытекающими последствиями, о которых я говорил раньше. Все маты смяты с щели между утеплителями. Он лежит не в росте. Стропила кровли, либо балки перекрытия необходимо монтировать с межосевым шагом 600 мм, либо 60 см. Для того, чтобы стандартная плита утеплителя шириной 60 см заходила внутрь межбалочного пространства с натягом, каждый последующий слой утеплителя должен неразрывно перекрывать стык предыдущего слоя. То есть, ложится в шахматном порядке. Ничего сложного, правда? Ну, даже здесь я часто встречаю нарушения этих простых и даже логичных требований. Обратите внимание, это качество утепления. Здесь 150 утепления. Еще одна из грубейших ошибок утепления, я бы ее назвал дует из-под карнизов. Вот так мне всегда говорят мои заказчики. Почему-то дует из-под крыши, из-под карнизов. Давайте разберемся, в чем причина. Вот у вас утеплено перекрытие по балкам. Вроде бы пароизоляция сделана единым контуром, проклеена. Но вот в это место идут у вас теплопотери. Вот этот узел мы рассмотрим. Частая ошибка, не утепляют маурлат вот в этой зоне. Контур утепления перекрытий доводят до внутренней части стены. Это грубейшая ошибка. И поэтому у вас здесь промерзает угол. Поддувает холодный воздух. Здесь под маурлатом щели образуются. Здесь утеплять нужно полностью до края стены. Здесь в этой части мы ставим так называемую заглушку из дерева. Полностью она идет вдоль стены. И вот это пространство полностью утепляется. И промерзает часто под маурлатом. Армопояс либо бетон, он неровный. Визуально даже видно щели. И холод буквально под маурлатом проходит в эту часть. Поэтому на этот узел нужно тщательно обращать внимание. Люди даже с перепугу утепляют карнизы. Наполняют вот эти карнизы бессмысленно утеплителем. Это вообще никакой проблемы это не решит. Вы по сути утепляете улицу. Ничего вы не решаете. Вот этот контур, запомните, нужно продлевать до внешней стены. Нарушений по мелочам наберется еще с десяток. Но они не будут нести таких серьезных проблем, как те основные, которые я перечислил. Соблюдайте эти простые правила. И не стесняйтесь контролировать своих строителей. Они уедут, а вам жить под вашей крышей долгие годы. На этом все. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok